Еще практически неделю уже идут разговоры о масштабной наземной наступательной операции сухопутных войск Израиля на территорию сектора Газа. В итоге ту операцию, которая должна была пройти, как я понимаю, на выходных, отложили. Нью-Йорк Таймс пишет, что из-за погоды она якобы могла затруднить возможности израильских пилотов и операторов-беспилотников, которые должны были поддерживать наземные силы обороны Израиля с воздуха. Такую версию приводит Нью-Йорк Таймс. Вы с ней согласны? Или вот этот перенос наступательной операции может быть связан с чем-то другим? Возможно, с какими-то, опять-таки, кулуарными, скажем так, переговорами, которые сейчас идут? Ну, лично мне, кто я, чтобы спорить с Нью-Йорк Таймс? Ну, на самом деле, Нью-Йорк Таймс пишет израильский корреспондент газеты и компрезент и автор Ронен Бергман. На самом деле, журналист с неплохими очень источниками, контактами в Израиле, высших структурах военных и не очень. Но дело не в этом. Прямо из-за погоды перенесли. Совершенно у меня нет информации, что был уже назначен час икс. И тем более, что его перенесли за погоды. Это звучит несколько анекдотично. На самом деле... А что за погода нынче в Израиле? Давид, что из-за нее можно было перенести операцию? Во-первых, да, иногда идут дожди. Иногда это накладывает те или иные ограничения. На самом деле, если, например, некий день или ночь крайне проблематичен, то почему бы на следующий день не отложить, если у тебя есть время? Но, как мы видим, не совсем на следующий день отложили. Все гораздо глубже и серьезнее, на самом деле. Я бы отметил сразу несколько аспектов. Значит, первый, главный, это тот самый редкий случай, когда у Израиля относительно нет цикнота. Потому что во многих войнах Израиля, испокон веков, что называется, ну не испокон веков, а начиная, скажем, с 1956 года и далее, цикнот в свете иностранного давления, и в частности иногда американского, иногда советского, иногда какого-то другого, был важнейшим фактором. То есть иногда бывало буквально, у тебя есть несколько часов, чтобы что-то закончить или наоборот. Значит, на данный момент, из-за того, что не на данный момент, а на момент того ужасной бойни и далее, потому что сейчас уже часы начали слегка тикать, была настолько огромная легитимация со стороны международного сообщества, а главное Соединенных Штатов, это по большому счету важнее всего, и, естественно, почти стопроцентная легитимация среди общества внутри Израиля, ну я подразумеваю общество лояльное, то есть, скажем так, не все в арабском секторе, мягко говоря, далеко не все дают эту легитимацию, но это, впрочем, и не важно. Так вот, в этой ситуации можно было себе позволить лучше подготовиться, потому что 350 тысяч человек призваны. Знаете, есть в ибрит, вошло известное, думаю, и понятное любому украинцу слово «балаган». Так вот, слово «балаган» — это не только слово, это описание того, что присутствовало во многих случаях, когда резервисты пришли на службу во всем, что касалось их экипировки и многих других аспектов. Значит, «балаган» нужно было минимизировать по возможности разными способами и прогнать людей через полигоны по возможности, потому что, несмотря на то, что это готовые части, как правило, и оперативных планов, которые в действии в ГАЗе, однако подготовленность далеко не всегда на высшем уровне, в том числе и потому, что учения соответствующие могли проводиться последний раз год назад и не по нынешнему сценарию. Более того, необходимо было и поправить кое-какие оперативные планы, я в этом не сомневаюсь, в том числе и потому, что кое-что должно было стать известно Хамасу. Дело в том, что в руки Хамаса Хамас захватил в плен многих военных, в том числе и офицеров, и захватил кое-какую документацию. Поэтому, если есть то, что можно было поменять, и это можно было поменять, это должно быть изменено. Некоторые вещи поменять нельзя, более того, некоторые вещи очевидны, и без того, чтобы тебе их рассказал пленный оппонент. В любом случае, нужно было подготовиться, это чисто военное составляющее. Кроме того, есть политическая, военно-политическая составляющая, я бы сказал, военно-гуманитарная. Для того, чтобы наиболее эффективно действовать в Газе, нужно минимизировать фактор мирных жителей, которые живут в этой плотной застройке, а почти весь сектор – это плотная застройка. В противном случае, во-первых, Израиль воюет в жестком соответствии с международными гуманитарными нормами, более того, традиционно брал на себя даже больше, чем эти ограничения накладывают. Почему? Потому что традиционно в отношении Израиля много критики всегда звучало, как считают большинство израильтян, заметная часть несправедливая, и необходимо было быть святее Павла Римского, что называется, приведение войны, в том числе и до такой степени, что из-за этого рисковали собственными военными. Что часто, часто, до меня всегда является возмутительным моментом. Так вот, этот фактор нужно было использовать по максимуму, тем более на него опирается международная легитимация израильских действий, и особенно американцев. Поэтому все эти гуманитарные коридоры, продление ультиматумов, подача, возобновление подачи воды на юг сектора Газа, после того, как ее перестали подавать и оставили их собственными водными источниками египетскими. Вероятно, открытие контрольно-пропускного пункта на египетско-газовской границе, хоть это и не израильская граница, но как бы без израильского согласия этого открытия быть не может, без согласия Хамаса, естественно. В общем, выпустить иностранных граждан, или вернее обладателей иностранных паспортов, которые в Газе, ну тут опять-таки все упирается в Египет по большому счету, и Соединенные Штаты, кстати, насколько я понимаю, более пару сотен украинских граждан есть. Ну, в Газе, как правило, традиционный расклад, это жены местных жителей, родом из стран бывшего СССР. Это откуда, в общем-то, собственно, иностранные граждане, ну и из других стран. В общем, есть вот этот очень важный момент, и здесь Израиль обязан был по максимуму использовать, а дальше предупреждены были все жители Газы, северной части сектора, там, где город Газа крупнейший, были предупреждены, это их выбор. Хамас, кстати, препятствует этому выбору физически и декларативно, он пытается оставить людей на месте, чтобы они стали для него живым щитом, это абсолютно подтвержденная информация, и это то, с чем нам приходится иметь дело. Наконец, есть еще один военный скрытый фактор, если это угроза со стороны организации Хизбалла на севере вступить в войну, и шансы на это есть. И если в Израиле, например, понимают, что Хизбалла наверняка вступает в войну, то тогда на повестке дня должен быть превентивный удар, призванный частично оккупировать эти проблемы. И в любом случае рассматривается ситуация, что будет в сценарии, если мы наступаем, и Хизбалла вступает в войну, превентивный удар наносится или нет. В общем, есть еще расклады, связанные с севером страны, они тоже учитываются. В любом случае, дожди или солнце ждать осталось недолго, насколько я понимаю. И, в общем-то, по большому счету оперативные приказы отданы, подразделения спущены. Скажем так, это дело то ли считанных часов, то ли считанных дней. Знал бы точно, все равно не сказал, но тянуть время никто не собирается. Ну, а о том, как может выглядеть эта сухопутная операция, да, вот СМИ пишут, что ожидается, что в этой операции будут задействованы десятки тысяч солдат, сухопутных войск, танки, саперы, спецназ под прикрытием авиации и артиллерии. Целью операции называют захват полностью города Газа, уничтожение высшего политического военного руководства движения Хамас. В целом, да, вот о том, какой может быть эта операция, какую тактику, вот мы видим, да, то есть сейчас наносились удары наверняка точечные, ну, это часть стратегии. Что они должны были уничтожить, да, какой будет следующий шаг? Ну, я понимаю, что на 100% мы знать не можем, но как вы предполагаете, то есть какую тактику выберет Сахал? Для начала о том, что было и то, что происходит сейчас, значит, непосредственно в секторе. В подавляющем большинстве действует авиация, хотя задействованы и другие силы, в том числе и корабли, ведут огонь по целям на побережье. И не только корабли, а артиллерия чуток, в том числе и высокоточными ракетами. Однако основное действие, основные функции возложены на авиацию. Многие-многие тысячи целей поражены высокоточными бомбами. Используются вообще исключительно высокоточное оружие, и каждая цель имеет свой адрес, как принято говорить. То есть это что-то, что разведка вычислила, как связанное с КамАЗом и имеющее значение. То есть просто так какой-то дом ради интереса никто не сравнивает с землей и не сбрасывает бомбы по принципу, на кого Бог пошлет. В противном случае, возможно, были бы уже, если не десятки, многие десятки тысяч погибших в Газе, а то и больше. Представьте себе, что количество бомб намного превысило 6 тысяч высокоточных. Только бомб в тесной застройке, тем не менее, жертв среди мирного населения хоть и есть, но они отнюдь не так велики. Поэтому этот принцип – это ослабить потенциал КамАЗа за счет уничтожения его высшего и среднего командного состава и вообще личного состава. Уничтожение военных структур, туннелей, каковы являются большим козырем КамАЗа. Они готовились к обороне, множество оборудованных позиций, заряние пристреленных, десятки километров туннелей, бункера. В общем, это огромное значение имеет. Уничтожение ракетного потенциала КамАЗа, которым тыл израильские терроризируют, по мере возможности. Есть четкое понимание, что авиации, сколько ни бомби, они научились так прятать и разбрасывать свои ракеты, что нет какого-то единого склада, где хранилось бы 2000 ракет, и нет установок град, которые разъезжают вот так вот. То есть все скрытно, разбросано, но скоординировано и отработано за многие-многие годы. Поэтому авиации можно только ослабить ракетный потенциал, уничтожая те или иные расчеты, причем часто даже дома, когда он уже вернулся с дела, либо какие-то небольшие склады или ракеты на пусковых установках. Это создание в итоге нанесения противников всеобъемящих и создание более благоприятных условий для наземного наступления. Прошу прощения, Давид, на секунду прерву. Адреса места жительства боевиков, это агентурная сеть передает или откуда они? У адреса официальные, известные, это самая элементарная информация, какая только может быть. У адреса известные, ну я не знаю, вплоть до рядовых членов, а командирского состава и высшего это... Несмотря на то, что израильская разведка проспала саму операцию, операцию Хамаса, террористическую атаку, информации о месте жительства и очень множество подробностей, вплоть до самых интимных, и известные телефоны, какие там адреса, звонят человеку и говорят, здравствуйте, говорит с тобой представитель Шабака, срочно покинь эту квартиру. Например, это была обычная практика, когда наносились удары с нежеланием нанести ущерб мирному населению, а, например, здание представляло себя штаб Хамаса или ту или иную... А потом, кстати, от этой тактики же отошли, да, и стук по крыше перестали... Не совсем отошли. Скажем так, большое здание, где находится тот или иной объект Хамаса, однако в нем же проживают десятки людей, многие, и находятся в этот момент здание, не будет в этот вот так вот без предупреждений снесено. Предупреждений стало меньше, когда тех, кто, скажем так, окружает живым щитом Хамаса, их гораздо меньше, удары наносятся в первую главную очередь, чтобы террористы не ушли. Однако вот таких вот побоишь, обратите внимание, когда десятки людей местных погибнут от удара по большому зданию, нет. То есть кое-какие предупреждения все равно делаются. Скажем так, то, о чем я говорил раньше, что раньше брали на себя обязательства, превышающие международные правила ведения войны, сегодня, по сути, действуют в соответствии с ними. И, поверьте, чуть ли под юридические консультации, это может показаться смешным, тем не менее понимают, есть ГАГа, есть международная легитимация, юридические консультации перед ударами, это постоянная практика, потому что действовать приходится хоть и против кровавых террористов, но в гучи мирного населения. Так что такова реальность. А что касается того наступления, конечно же, цели здесь, ну, скажем так, если цель поставлена занять сектор газа целиком и сразу, это несколько одно, это одно, а вот та самая верхняя треть сектора с городом газа на первом этапе, потому что если не занять весь сектор, задача по уничтожению Хамаса не будет выполнена. То есть в итоге должен быть занят весь сектор, рано или поздно. Однако, если разделять это на этапы, а как это выглядит, намеки, по крайней мере, насчет эвакуации мирного населения, то это, конечно, несколько иное. Есть разные оперативные планы касательно захвата, занятия газа, взятия под контроль или занятия тех или иных ее частей. Это серьезная задача. Нет легкой прогулки, общевойсковой бой против готовящихся обороне противника, очень серьезно готовящихся годами, на своем поле, что называется. Опять-таки, фактор мирного населения в какой-то мере все равно присутствует. Будут применяться танки, авиация, тяжелая техника, пехота. Как правильно было сказано, десятки тысяч человек, но нетрудно догадаться. Противника тоже не менее 50 тысяч активных штыков, а то и чуть больше. В организациях Хамас, Исламский джихад и ряде мелких других. Кроме всего прочего, ну, можно говорить примерно о четырех дивизиях, если речь идет о взятии газа под свой контроль. Планы есть разные, и по ориентировочным прикидкам основная паза, штурмовая, должна продлиться несколько недель. Скажем так, речь идет о неделях ориентировочно. Ну, а далее на этом все не закончится, но это будет уже далеко, и об этом можно будет рассуждать несколько путь. Напоследок, Давид, хотелось бы еще вернуться. Мы сегодня Путина вспоминали косвенно. Вот Хамас не устает благодарить Путина за поддержку, и несмотря на то, что и украинская разведка сообщала о том, что российские инструкторы использовались для обучения боевиков Хамаса, и из разных источников мы видим так или иначе информацию. Собственно говоря, сам даже представитель Хамаса в Ливане, если не ошибаюсь, говорил, что с позволения России там был построен завод по производству, было налажено производство автоматов, мин, которые после этого использовались боевиками. Тем не менее, Соединенные Штаты, например, официально заявляют, в Совете по национальной безопасности Кирби заявил, что не видит, что Россия причастна к нападению террористов на Израиль. И вот здесь действительно я не могу понять, то ли это дипломатия, и они просто собирают доказательства, то ли, скажем так, они не хотят эскалации этого конфликта с помощью России, в целом, у роли России здесь, и почему США не хотят ее открыто признать. Возлагает ли на Россию ответственность руководство Израиля? Говорит ли руководство Израиля о том, что Россия может быть причастна? Тут, несмотря на отношение к российской власти, поверьте мне, оно, мягко говоря, не самое лучшее у Соединенных Штатов, да и в Израиле все прекрасно понимают, ну почти все, большинство, с кем имеют дело, в таких делах нельзя опираться на эмоции, и просто, скажем так, поиск врагов, нужно опираться на факты. На данный момент это не какое-то сокрытие информации, игра, ни американцы, ни Израиль не озвучивали и не говорили о том, я говорю, ни на официальном уровне, ни на уровне утечек информации, о том, что Россия имела прямую причастность к происшедшему. Более того, надо сказать, что на протяжении многих лет связи Хамаса с кем угодно отслеживаются, очень хорошо известно, кто его союзник и кто его партнер. Россия поддерживала отношения с Хамасом. Более того, это выглядело более чем отвратительно на взгляд многих израильтян, и даже вот почему. То есть во многих странах, даже Европы, Хамас не признавался из ханжевских соображений и террористической организации. Надеюсь, хотя бы сейчас это будет исправлено или это исправляется. Понятно, что не признавался и в России. Но в отличие от других стран, хотя бы от лидеров Хамаса, на высоком уровне никто не принимал и руки им не жал. То есть они были нерукопожатны. Это люди, которые еще в 90-е нулевые годы не только руководили терактами, самоубийственными терактами, и не только самоубийственными, когда гибли десятки мирных граждан, дети и женщины, кто угодно, они еще и брали ответственность за это. То есть это не то, чтобы израильские обвинения, да, открыто бралась ответственность за это. Более того, Хамас проповедует не какой-то компромисс или достижение мира с Израилем, а уничтожение Израиля вооруженным путем. Один из лидеров на вопрос кого-то из журналистов объяснил, почему мы воюете из гражданскими. Он сказал, там гражданских нет. Женщина, она, во-первых, тоже в Израиле иногда служит в армии, даже не совсем иногда, или она родит солдата. Мальчик, ребенок, он вырастет солдата. Ну а кто взрослый, так он, скорее всего, служил в армии. Вот он так, что гражданских там нет. Буквально я примерно цитирую одного из лидеров Хамаса объяснение своей деятельности. То есть с такими людьми не просто их не признавали. Я понимаю, кто кого признает. Хан Жаскетти, а не жал руку министра иностранных дел. Буквально России. Значит, это было новое. В то же время понятное было и следующее. На протяжении многих лет нет известия о том, что хамасовских террористов Россия обучала или поставляла оружие напрямую. Никогда таких обвинений не было. Но что происходило на самом деле? Российское оружие, например, попадало Хамасу через третьи руки. При этом россияне отрицали сам факт такой возможности. Попадало и Хамасу, и Хизбалле. Отрицали такой факт, такой возможности. Обвиняли даже израильтян во лжи. И лишь тогда, когда буквально их тыкнули носом, например, в случае с противотанковыми ракетными комплексами Харнет, захваченными в 2006 году, когда там прямо накладные, стулы. Вот то, что отдали сирийцам. Сирийцы спокойно передали Хизбалле, а Россия отрицала саму возможность такого. И говорила, что ничего подобного не существует и быть не может. Более того, процесс продолжился и дальше. То есть Россия не особо настаивала и контролировала данную ситуацию. Однако спонсирование России и Хамаса не было замечено. Никогда об этом никто не говорил. И про мои поставки оружия тоже. То же самое можно сказать о нынешней ситуации. Если всплывет что-то подобное, это должно быть основано на реальных фактах. И я думаю, в израильской разведке будут рады получить любую крупицу информации, что о российском участии, что об участии кого угодно в этой ситуации. Важно еще понимать, когда говорят о каких-то инструкторах, о том, что кто-то кого-то учил, Хамас не продемонстрировал чего-то сверхъестественного, не были задействованы самолеты пятого поколения. Хамас отлично спланировал. Однако если разобрать операцию на отдельные компоненты, то каждый из них был достаточно базисным. То есть прорвать заход. Ну а ударные бесплодники, смотрите, дроны-камикадзе, вот те же ИФПВ, например, они сами научились такими мастерски пользоваться, атаковать израильские танки? Естественно. Более того, они использовали их, и только не было крупных противостояний. Я вам скажу больше. На войнах война в Сирии и в Ираке, которая шла все предыдущее десятилетие, сейчас затихла, массово использовались всеми участниками, в первую очередь разного рода повстанцами, ИГИЛом эти дроны, и такие сбрасывающие бомбочки, и как разведчики. Более того, очень пострадала от них и Россия. Одно из два было эпизода, когда, можно сказать, тяжелейший удар был нанесен по россиянам. Один раз ударные беспилотники-камикадзе, причем сделанные полу из фанеры, непонятно из чего, прилетели на Новый год на аэродром Хмеймин в Сирии, в Западной Сирии, и, как было по российским источникам, стало известно, уничтожено чуть ли не 7 российских самолетов. А в другом случае на стадионе города Дер-Азор в Восточной Сирии весь стадион внутри, вот есть трибуны опоятливого стадиона, ну, кстати, напоминает по своей структуре, я сверху, по крайней мере, увидел, старую вариацию киевского стадиона Динамо. Так вот, весь этот стадион внутри был дополнен техникой Вагнера, градами, грузовиками, и, собственно, там был их лагерь. И вот на этот стадион была сброшена маленькая бомбочка, после этого там все загорело, детонировало с ужасными фейерверками и тяжелейшими потерями. В регионе это применялось, все это видели, и особенно Хамас, который развивал тему беспилотников при помощи Ирана и самостоятельно долгие годы. Хамас пытался сбрасывать с мультикоптеров бомбочки на израильскую технику еще до войны России с Украиной. Хамас сделал все, что можно для того, чтобы усилить эту составляющую. Иранцы поставляли им технологии и запчасти и сами конструировали. Более того, был случай, известный, если я не ошибаюсь, в 2016 году, обратите внимание, довольно давно, когда, согласно иностранным источникам, израильская разведка, как раз не та служба, что провалилась в данном случае, а МОСАД, то есть МОСАД не имел отношения к нынешнему провалу, или почти не имел, ликвидировала тунисского инженера, который жил в Тунисе, но периодически посещал газу по туннелям из Египта, для того, чтобы помогать им в создании беспилотников, причем и надводных тоже, обратите внимание, тоже тема актуальная для украинско-российской войны. ФПВ-дроны, и нельзя отнять у них желание учиться, они учились годами, боюя с Израилем, день за днем, год за годом, на своем поле, и как использовать ФПВ-дроны, это не пилотировать истребители F-35, все видели, что происходит в Украине, ФПВ-дроны доступны, и на самом деле не требуют, скажем так, пятилетнего обучения в Академии. Это ремесло осваивается, и они занимались этой темой очень давно, и застали, когда они застали Израиль врасплох, и средства радиоэлектронной борьбы, и другие, либо не были включены, либо всякое разное, это стало очень эффективным и болезненным средством. Спасибо, Давид. На самом деле было потрясающе интересно, и за исторические экскурсы тоже отдельные. Друзья, уверен, вам тоже было интересно. Поставьте лайк этой беседе, пускай наш разговор увидит как можно большее количество людей, ну и ваши слова поддержки, напоминаю, украинским защитникам и гражданам Израиля оставляйте в комментариях. Спасибо вам, Давид, за то, что нашли время. Военный обозреватель Давид Шарп сегодня к нам присоединялся. Друзья, если не хотите пропускать новые встречи с нашими собеседниками, обязательно подписывайтесь, Дмитрий Гордон, Олеся Бацман на гостях у Гордона. Давид, спасибо еще раз, друзья, спасибо, что были с нами. Спасибо и вам, Алексей, и особенно благодарен за слова сочувствия и понимания. Спасибо и вам за вашу поддержку. До новых встреч. Спасибо. Мои желания абсолютно взаимны украинскому народу и вам лично. Спасибо.